Всем привет! И сегодня, так скажем, мое долгожданное видео. Наконец-то я решил это сделать. Это обзор миниатюрного трикоптера Кванум Трофита. Что хотелось бы вам рассказать о таком маленьком трикоптере. Во-первых, это компактность. Его всегда можно переносить с собой. Он достаточно мощный, чтобы летать достаточно быстро. И при этом может на себе нести весьма хорошую видеокамеру типа GoPro и иже с ними. Прошу прощения, немножко приболел. К сожалению, этим летом, летом 2015 года, другой мой трикоптер вместе с моей камерой GoPro, так скажем, меня покинул. Он улетел, и я его не нашел. Соответственно, видеокамера с отснятым материалом полностью пропала. Отснятого материала там было достаточно много. Поэтому у меня не осталось выбора, как временно приобрести себе камеру китайского производителя Xiaomi. Это вот модель камеры И, по-моему, или как Xiaomi И. Вот, то есть вот эта белая вот камера. Вот, возможно, она достаточно хорошо всем известна. Здесь, в данной модели трикоптера, попробую вам показать, используются, соответственно, три двигателя. Двигатели Multistar 2206, пропеллеры 6 дюймов на 4,5 шаг. Дальше контроллер CCD 3D, ну и, соответственно, приемник от моего пульта Futaba. Видеопередатчик я использую здесь 250 милливатт от Fat Shark. И, соответственно, аккумулятор трехбаночный 3S, полторы тысячи миллиампер часов. И тока отдача 40C. Вот. Ну, контроллеры двигателей здесь используются 12-амперные. Тоже в комплекте они шли с двигателями. Это Multistar совместно с проектом Afro. Там прошивка Simon K. Контроллеры достаточно шустрые, практически не греются. То есть, они для этого трикоптера подходят как нельзя лучше. Ну и, соответственно, что хотел бы сказать об этой модели. Модель полностью сделана из пластика. То есть, у нее рама пластик, все пластик. Но она складывается. То есть, для удобства переноски вы можете сложить его и совершенно спокойно перевозить. Это очень удобно. То есть, вы можете положить его куда-то в сумку. То есть, и ничего с ним не случится. Единственное, что могу сказать, это о его компоновке. То есть, места на нем реально мало. Вот. То есть, и даже видеопередатчик мне пришлось размещать в нижней части. Хотя тут место такое не очень безопасное. Но выбора, к сожалению, не было. Поэтому пришлось его разместить именно там. Что еще можно рассказать? Ну, разве что у него присутствует очень хороший подвес. То есть, виброгаситель так называемый. Для, соответственно, подвешивания камеры GoPro или, как в моем случае, Xiaomi. Вот. Тут все подходит, все замечательно. То есть, я попробую показать вам поближе. То есть, несмотря на то, что это такая китайская камера. Закреплена она нормально. То есть, вот у нее. Она здесь как бы дергается. Таким образом, вот эта вот часть гасит вибрацию. Порадовал меня этот трикоптер. Несмотря на то, что здесь стоит камера Xiaomi. То есть, подобная GoPro. Также присутствует в комплекте крепление для знаменитой камеры, по-моему, Mobius Action Cam, которая закрепляется немного иначе. Но для нее в комплекте также идет подвес. То есть, вы можете выбрать один из двух вариантов. Что очень удобно. Значит, полетное время на данном аккумуляторе составляет примерно 5 минут. Ну, максимум я летал 5 минут. Вообще, я летаю 4 минуты. И на пятой минуте обычно сажусь. Из недостатков этой рамы, ну, разве что один, который меня смущает, это то, что посадочные шасси, вот эти, так же как и задние, то есть, они короткие. То есть, если вы повесите аккумулятор, камеру, то по факту получается, что, когда вы сажаете модель, вы сажаете не на шасси, а, например, на аккумулятор или на камеру. То есть, вот в этом плане производитель, производители бы немножко додумать и сделать эти шасси, ну, хотя бы на сантиметр побольше. Потому что, таким образом, то есть, если вы сильно плюхнете его, то можете повредить аккумулятор или камеру, что в обоих случаях не совсем хорошо. Ну, что же, примерно я вам рассказал о этом трикоптере небольшую информацию. Пришло время полетать. Итак, мы все подключили. Аппаратура работает, все работает. Видео идет. Вот. И я попробую немножечко для вас полетать. Вот. Ну, и, соответственно, снять все это на камеру. То есть, будут показаны вам кадры, соответственно, с камеры. То есть, то, что вижу я. Ну, и, соответственно, съемки, я не знаю, самого меня, наверное. Честно говоря, я первый раз это делаю. И одному это делать весьма сложно. Поэтому прошу сильно не пинать. Попробую, так скажем, немножечко полетать здесь в округе. Показать, как эта штука работает. То есть, для начала я просто протестирую, чтобы все у нас работало нормально. То есть, как видите, работает он вполне нормально. Вот видите, немножечко свалился, но ему от этого ничего страшного не сделается. Вот. Ну, и теперь отправляемся в полет. Честно говоря, контроллер очень стабильный. Вот. То есть, мне он нравится. И мы вполне можем себе позволить на нем делать различного рода. То есть, его крутасы, как переворот и тому подобное. Но сейчас он в режиме стабилизации. Вот. И, как бы, полет сейчас такой, стабильный. Конечно же, приходится немножечко его поддергивать. Потому что, все-таки, это не супер, там, контроллер от НАЗы какой-нибудь. Хотя, на самом деле, при этом, эти контроллеры делают его очень быстрым. То есть, летать он может достаточно шустро. И особо сильно... Я не знаю, как это правильно сказать. В общем, полет стабильный. Аккумулятора хватает примерно на 5 минут. Ну, то есть, я где-то летаю 4 минуты. И на пятой минуте я уже захожу на посадку. Вот. То есть, в чем преимущество этих маленьких трикоптеров, квадрокоптеров и так далее. Во-первых, они компактные. Можно взять с собой. Во-вторых, они очень быстрые. То есть, некоторые даже говорят, что достигали на них скорости 100 км в час. Вот. А что немало. Вот. Ну, и, естественно, то, что вот он такой маленький, его... Ну, удобно, наверное, брать с собой. То есть, будь то на работу или куда-нибудь. То есть, он у вас не занимает много места. И вы совершенно спокойно можете себе позволить взять его с собой. Вообще, вещь очень интересная. К сожалению, поднялся ветерочек. Все-таки, какое-то время уже подготовки к съемке. Время безветрия упустил. Вот. Слово сказать, сейчас это очень популярная вещь, как миниатюрные трикоптеры. Вот я вам сейчас попробую показать, что у меня тут в округе делается. Там железная дорога, поэтому, если вы слышите отголоски там железной дороги, то знаете, что она все-таки здесь есть. Поднимается он достаточно шустро. Ну, и опускается тоже. Так, пора бы нам приземлиться. То есть, можно прямо... Я его шлепнул. Вообще, это, конечно, нежелательно делать, но здесь высокая трава. Поэтому выбор у меня невелик. Ну, как видите, он абсолютно цел. Все у него в порядке. На самом деле, я считаю, что моделька вышла очень удачно. Ну, на этом обзор наш закончен. Всем спасибо, что смотрели. Заранее прошу меня извинить за мой насморк. Мусавый голос, к сожалению, приболел. Если вам понравилась данная модель, и вы хотите задать вопрос, пожалуйста, пишите в комментариях. Я буду рад вам ответить. Ну, и также не пинайте меня в какие-то обгрейки в моем видео. Потому что я начинающий. И не всегда легко справляться одному. И с камерой, и с записывающим оборудованием. В соответствии с тем, что я хотел вам показать. В процессе буду совершенствоваться. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok